На Бурнаульском заводе «Ротор» говорят, что долгие годы на предприятии не обновлялся инженерный состав. И среди профессионалов своего дела остались в большей степени люди возрастные. Приходит время, кто-то уходит, меняется и более того появляются новые темы и технологии. Например, информационная безопасность, цифровизация производства, перевод всех технологических процессов в цифровые компьютерные системы специального назначения. Это, конечно, накладывает особые требования к знаниям и возможности мобильно реализовывать свои компетенции. Со всем этим гораздо легче справляется молодежь, поэтому на предприятии ждут именно молодые кадры выпускников вузов. Тем более есть свой технический. Инженеров и IT-специалистов здесь готовили всегда. Нынче увеличили число бюджетных мест. Сейчас их только в головном вузе без учета филиалов 1124. В этом году всей обстановкой международной, проведение специальной военной операции, правительство приняло решение распределить дополнительные места, правда, уже в магистратурах, у инженерных именно, подчеркиваю, направление подготовки. Нам выделено плюс 122 бюджетных места. Тем временем представители завода «Ротор» сообщили, что только на их предприятии сейчас 15 вакансий инженеров разных профилей с зарплатой от 32 до 35 тысяч. Для новичков вполне приемлемая. К слову, инженеров и IT-специалистов не хватает многим предприятиям края. Да и вообще, производственников ждут. Если там взять на сайте свежий инфорам, 5870 человек сегодня требуется промышленности для производства, производства работников. Это все есть, на сайте все прописано. И конкретно нас просят, и вот почему я говорю, что конкуренция рабочей силы, что идет перетягивание там всяческое. И вот каждый сейчас старается улучшить свой пакет, чтобы в конкурентной борьбе удержать свой персонал. Что касается желающих учиться на инженеров, то, как заверили нас в техническом ВОЗе, абитуриенты идут активно. И выпускники школы, и колледжи, и более зрелые люди, планирующие получить новую специальность. Только останутся ли они на алтайском производстве – вопрос. А вот уровень подготовки инженеров и отечников вопросов не вызывает. В том числе и у абитуриентов из-за рубежа. Я уверен, что здесь готовят хорошие специалисты. И еще здесь у вас есть хорошие и опытные преподаватели. Буквально сегодня министр образования и науки России Валерий Фальков подчеркнул, что у высшего инженерного образования сейчас новая реальность. Так что выбирая инженерную профессию, и в России в перспективе можно работать и жить обеспеченно. Так ли это – покажет время. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Татьяна Голубева, Александр Антропов.